всем доброго дня кто следит за моим каналом в общем начал я не начал то есть ковыряю потихонечку я своего бафика значит есть у меня такая проблемка я не знаю как ее решить сейчас вроде как придумал потихоньку значит ситуация в следующем значит течет перед такой с периодичностью задний сальник задний сальник коленвала в общем чтобы его поменять там надо реально разобрать пол машины то есть вот я сейчас хочу попробовать заморочиться и сделать там одну вещь как я думаю значит по поводу сальников то есть продают сальники у него идет размер 100 на 125 сальника в общем ставлю я сальник проезжай где-то 10 тысяч километров до он был начинает бежать и ничего не пойму на коленвале не рисок ничего нету бежит именно оттуда потом значит когда первый раз снял то есть досмотрелся я сейчас я вам покажу в чем суть проблемы значит суть проблемы в следующем значит так рассказываю идет сальник у него идут риски направления движения значит но вот эти риски вот если посмотреть внимательно они идут до самого конца ну то есть до самого конца сальника то есть там где идет ну должно отбивать масло если по если я его переворачиваю и смотрю на свет сейчас камера сконцентрирует то можно будет заметить эти вот видно да риски идут это с обратной стороны то есть суть в том что когда одеваешь его то есть я его попробовал одеваешь его на коленвал то есть эти риски садятся на коленвал и получаются маленькие маленькие микро такие как бы отверстия то есть когда машина заведенная сальник не течет когда машина например просто стоит незаведенная то есть она получается оттуда во все шурует шурует оттуда во масло вот эти производители вообще не знаю чем они руководствуются вот сейчас я сейчас камера блин настолько это все мелко вот видите да идет бортик и вот так я разворачиваю идут вот такие риски то есть и когда одевается он на коленвал остаются такие микро микро отверстия я не знаю то есть смысл в чем значит поменял и значит у меня потек сальник но это было там тысяч 150 200 назад значит я поменял сальник поставил значит туда думаю ладно сейчас наши советские сальники думаю не будут хуже без направления то есть я поставил туда мановский с мана со ступицы вот значит проехал я на нем 1040 он начал опять бежать то есть я его разобрал он просто грубый дебелый то есть как бы весь пополопанный попотресканный то есть он не работает и вообще как бы эти сальники и мановские получается вообще полная хрень они видать ли либо сделанные под солидол то есть по масло они не держат значит дальше такой момент сейчас я покажу машине что разобрал по машине ну тут соответственно вчера этом все крышки поставил это я уже показывал сейчас залезу вниз вниз под машину покажу значит для того чтобы для того чтобы снять и поменять сальник то есть надо снимать поддон надо снимать кожух в общем китайцы когда двигатель видать у кого-то украли они не додумали немножко головой значит вот стоит крышка это тоже распредвала здесь колечко стоит его меняю там все как бы нормально значит дальше показываю сейчас вылезу значит на всех нормальных машинах сальник меняется то есть не снимая либо кожуха то есть его он вставляется вот с наружной стороны отсюда запрессовывается до коленвалу ну чтобы не снимать вот этот кожух значит дальше момент значит дальше показывал ставится как бы изнутри то есть со стороны двигателя запрессовывается то есть я сейчас поставил сальники которые продают он ну как бы он грубый он грубый и не знаю я на нем 20000 пробежал проехал он опять начал подтекать очень что я решил сделать вот я вам показываю посадочное место сейчас и сальник вытащил значит здесь есть вот такая бортовка здесь идет отбортовка на где-то 4 миллиметра то есть я хочу сейчас поехать кого есть там фрезерный станок попробовать вот эту канавку вообще убрать и чтобы не за будущее не выбивала мало ли по каким-то причинам не не выбивала сальник вот в этой части хочу нарезать канавку поставить стопорное кольцо а вот эту проточку вообще сточить насквозь чтобы если например на будущее начинает лежать сальник чтобы например его потом не снимать этот кожух каждый раз а можно было как бы вот с этой стороны с наружной со стороны сцепления со стороны корзины это все поменять в общем хочу сделать такую вещь попробую как она будет ходить посмотрим и поставить туда обычный сальник без направляющих то есть поставить сальник без риса без направления значит спереди я поставил этот сальник этот сальник уже прошел ну где-то в районе 100 тысяч и до сих пор как бы работает и не течет ничего а вот с этими сальниками я постоянно почему-то мучаюсь то есть хочу сделать вот такое изменение